Пока дети отдыхают на каникулах, школа живет насыщенной жизнью. Во всех образовательных заведениях города к новому учебному году ведут текущий ремонт, а 8 школ будут ремонтировать капитально. На это из городского бюджета выделили 11 миллионов рублей. Большое внимание уделяется и обеспечению пожарной безопасности. Формируется библиотечный фонд. Учебники закупают за счет области из расчета 650 рублей на ребенка. Эта работа идет под контролем городского департамента образования. Библиотеки ежегодно пополняются новыми фондами учебной литературы. Она сохраняется. И все меньше денег ежегодно родители тратят на приобретение учебных пособий из личных средств. Работа это очень кропотливая, важная. Она заключается в том, чтобы библиотеки не повторили бы фондовые перечни, либо не заказали бы учебник, не соответствующий программе. В нескольких школах строят универсальные спортивные площадки. Как за счет бюджета, так и на деньги инвесторов. Уже существующие спортивные снаряды приводят в порядок. В 108 школе отремонтируют бассейн. В связи с рекомендациями губернатора развивать в школах техническую направленность, 11 школ скупают комплекты для занятий робототехникой. За подготовкой к учебному году нужно и о летнем досуге детей не забывать, отмечает глава города Олег Фурсов. Своим подчиненным он поручает взять шефство над определенным летним лагерем и регулярно его инспектировать. За каждым лагерем должен быть закреплен заместитель мой. Значит, кто туда не доехал, обязательно нужно доехать. Ваша задача, как и в прошлом году, статистику тех недостатков, на которые нужно обратить внимание, их ликвидировать. Мы с вами обсуждали, это даже была какая-то памятка у нас, кажется, по прошлому году. Значит, в течение этого года, в течение этой недели, коллеги, надо проехать по подведомственным лагерям, посмотреть, вмешаться в ситуацию при необходимости, или Викторовне доложить, что там все нормально. После каникул в школах будут учиться почти 110 тысяч человек. Скомплектовано более 4200 классов, что на 100 больше, чем в прошлом году. В этом учебном году откроется самая большая школа в городе, в Крутых Ключах. Уже сейчас она полностью укомплектована учениками. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События.